Уху, народ, привет! Как ваши дела? Надеюсь, классно. Ну что, видите, какая зелень вокруг меня? Итак, спустя 9 месяцев мы снова на ферме у Сунила. Кто впервые слышит про ферму, а это классный бизнес в Эмиратах, оставлю две ссылочки в описании. Это ферма номер 1, еще будет ферма номер 2, это более дорогая ферма, и там будут все цены, все, как Сунил приобрел эту ферму. Сейчас вот мы приехали, зима, а были мы в марте. Смотрите, как все зелено. Наташ, привет, поздоровайся. Привет, привет, друзья! Боже мой, тут все песок был! Да, тут был такой песочек. Сейчас я вам свайпаю камеру и начинаю показывать. Вот она, ферма в Эмиратах. Это травка для верблюдов. Да, она, кстати, популярна очень. И Сунил только сегодня как раз ездил перед тем, как забрать нас в маркет и продал хороший урожай травы. В 4 часа утра встал, в 5 часа на базаре. Сейчас я свайпнула еще раз. В 4 встал, в 5 уже был на базаре. Вход на базар, чтобы продать, стоит всего 16 дирхам. Посмотрите, сколько это в долларах, по-моему, что-то 4 доллара, 4-5 долларов. Да, и Сунил говорит, что очень правительство хорошо относится, очень поддерживает. Поддерживает и не дерет большие деньги. Хорошие условия. А, кстати, знаете, что у Сунила здесь есть пальмы растут. Так вот он сказал, если ты садишь пальму, тебе еще 6 тысяч дирхам дают в год. Не, не, не пальмы. Я так поняла, что если ты засаживаешь пальмами, то не за каждую, к сожалению, пальму. Да, не за каждую. А вот именно, что занимаешься именно финиками, финиковыми пальмами и продаешь финики, то тебе еще, в общем, 6 тысяч в год прилетает тебе. Ну, нормально так. Давай расскажем про травки. Сунил мне уже рассказал. Это для все здесь, для верблюдов. Подожди. Сторона для верблюдов. И вот высокая трава подойдем. Это для овец и козочек. Вообще выгодно все для верблюдов делать. Да, а вот эта сторона, скажем так, более-менее для людей. Тут овощи, травы. Смотрите, поливочная системка, кстати. Как вам? Я уже показывала в прошлый раз, повторю сейчас. Каждому, каждому поливочный шланг подведен. Помнишь, он обещал, вы приедете, тут все будет зеленое. Пойдем. Он только нам и говорит. Ну, когда же вы приедете? Вот, когда же вы приедете? Это что, перчик вот этот? Ну, мы решили в перерывах между путешествием в Дубай заехать к Сунилу все-таки на ферму. Обещали ему. Идем красненькое посмотрю. Он сказал, что это палак, то есть шпинат. Палак. А я думаю, как? А что шпинат классный был? Красный может быть? Палак панир. Ели мы как-то много раз. Очень вкусное блюдо. А это тоже, по-моему, стоит. Ну, она такая вкусненькая. Ну, тут Наташа утверждает, что травка для верблюда тоже вкусненькая. Как она в кофе? Ну, как? Она прекрасная. Кстати, сильно зима. Сейчас 10 утра. Смотрите, как мы одеты. Прохладненько. Прохладненько. Хорошо, мы схватили курточки в последний момент. Когда Сунил уже звонил, давайте выезжайте. А вот это вот что? Это что-то корневое. Что-то здесь... А ну, кто знает? Ребята, скажите. Мне на капусту похоже, на буречки какие-то. Да? Кстати, а что это за мэн такой приехал, наверное, местный? Вообще, к Сунилу много людей приезжает. Сунил может выехать продавать, а может просто к нему приезжать люди со своими машинами, забрасывать целую кучу травы для верблюдов, фруктов, овощей. Это не рапс, нет? И продавать. Не знаю, что это. Мне кажется, что рапс, но я не уверена. Вот это я не знаю. Ну, вот это продается точно. И оно, как по мне, оно безвкусное. Так, пишите, кто знает, что это. Сейчас это я попробую. Ты объедаешь Сунилу, мне кажется. Я верблюдах объедаю. Пишите в комментах, Наташа объедает Сунилу или нет. Оно никакое, но есть какой-то вкус, но шпинат вообще-то тоже не имеет вкуса, если честно. Ну, я не знаю. Ты будешь как боляк Папай. Да. Так, а что дальше? Смотри. Ой, дальше красота. Дальше только тишина. Я что-то поломала, нет? Ну, не знаю, надо Сунилу сказать, наверное. Может, ты какой-то поливочный шланг... Да ну тебя! В это. Петрушечку сними. Смотри, как петрушечка хорошая. Или это... Петрушечка. Сейчас будет вам петрушечка. Так, у нас теперь Наташа пробует петрушку. То мы пробуем все время рис или какое-то блюдо такое прикольное. А, это твое нелюбимое. Ну, вот, видишь, как ты попалась. Ну, придется есть, а то же уже обидно. Давай. О, Боже мой. Пишите, кто как я любит кинзу. Ой, мама дорогая. Я вообще, например, зелье не очень люблю так. Смотрите, это Эмираты. Это в пустыне. Вот заслуживает же Сунил лайк, да? Еще раз повторяюсь, сколько это все стоит, как вести бизнес по фермам. Все оставлю в описании. Две ссылки. Это первая ферма. А еще Сунил есть вторая. И еще одна из, где-то близко к Абу-Даби. Уже мы сейчас близко к Эляйну. Район Эль-Ваган называется. А вообще, конечно, этим надо заниматься. Но Сунил был таксистом. Ушел из такси. Потом водил частный карлифт. Познакомились мы, когда он забирал меня из школы. У нас был частный карлифт с еще тремя девчонками. Вот. И сейчас, если нам нужно, он нас в аэропорт довозит. Мы с ним хорошо общаемся. В отель довозит. Так что вот такой у нас классный знакомый есть. Приятный очень человек. А как он водит хорошо? Да, он вообще, он вообще просто реально, вот, хороший водитель. Он пробую машину. А вот это что-то корневое. Смотри, вот что-то вот, даже корнеплод какой-то. Какой-то, я не знаю, редис что-то. Поснимай, что ж ты с тебя снимаешь? Я снимала уже. Вот это ты снимала? Да. Это не растение? А ну дальше, смотри, там что-то бьющееся. Аккуратнее, болотка немножко. Это какие-то корнеплоды, смотри. То ли редис. Это редька. Редька, редис? Это редька, точно. Ну, это тоже хорошее. Нет, точнее, это еще не точно, но вот. Слушай, а вот это... Была у меня дача, и по-моему, все-таки это редька. Смотри, посоль, наверное, кто знает. Бьющееся что-то, очень похоже. Ну, то, что вьющееся эмиратское, я не знаю, там фасоль, не фасоль. Ну, почти с чего эмиратское. Очень похожие листья. Ну, есть фасоль украинская, есть, наверное, эмиратская, есть российская, белорусская, казахская. Мне кажется, все-таки они отличаются. Ну, наши-то не очень, а вот то, что посажено в пустыне, думаю, так нехило отличается. Слышите звуки? Самолеты летают. Ой, вертолеты, я не вижу спиной. Не, ну, конечно, я думаю, культуры отличаются. Если вот мы очень любим наши помидоры и огурцы, то здесь огурцы и помидоры водянистые, не очень вкусные. Сунил сказал, потому что ученые в Эмиратах разработали такие семена, но они как неприродные, или как это сказать. Ой, даже не знаю, как перевести с английского. Ну, в общем, семена были разработаны, они, not original, не оригинальные, не настоящие, что ли, не знаю. В общем, поэтому, если у вас будут семена огурцов, вы, мол, будете иметь классное количество, но не классное качество. Поэтому хороших помидор, к сожалению, местных здесь нет. А какие хорошие? Мы иранские покупаем иногда. Не, ну, чего, бифы есть, это, биф, это, бычье сердце, типа, да. Бычье сердце, неплохое даже. Товарищи в ботанике знают, что-то вьющееся, тоже может быть что-то бобовое. Мне кажется, вот, ну, не знаю, фасоль, не фасоль, нет, ну, мне кажется, фасоль вот так была. Может, нуб какой-то. Слушай, ну, а еще здесь посмотри, они уже это сделали. А вот пальмы-то какие. Идем дальше, но там есть ябка, надо тебе вот. Через нее или рядышком. Идем по этой части, идем. Там вон отель собирается, реально стоит. А, да, кстати, у Сунила совладелец фермы-то, местный человек, ну, и у которого Сунил, скажем, арендует эту ферму, и он собирается строить а-отель здесь. Вот так вот будет а-отель на ферме. Что это такое? Что это такое будет? Значит, в следующий раз приедем. И в следующий раз обязательно уже, когда будет отель, покажем. А-отель, да? Да. Вот сейчас, переступаю ямку, будет обзор номера. Обзор номера в отеле у Сунила на ферме. Как вам такой прикол будет, народ? Кстати, прохладно, хорошо, знаете, не жарко, но солнце печет, поэтому мы в очках. Я взяла блайзер. Вот кенгурушка явно не лишняя. Бандану одела, чтобы шею не спалить. Так, да я иду, иду. Конечно, под ноги надо смотреть. А то в прошлый раз я то на шланг наступлю, то что-то вырву, там у Сунила. Надеюсь, не навредило сильно. Сейчас давай обойду с другой стороны, потому что ты против солнца. Что же это такое? Скажите, прямо аж мне. Вот, стручки уже есть. Вот, смотри. Горох? А, горох мы в прошлый раз брали или горох, или фасоль. Помнишь, что мы у Сунила взяли? Только на второй ферме, по-моему. Там еще мальчик ходил, помогал тебе набирать. Так, что здесь еще есть? Перчик, горох. Ох, красота, боже, а воздух такой классный. Да, воздух не пыльный, абсолютно не такой, не пустынный, не как вы в пустыньке выходите и так бла-бла-бла-бла-бла-бла и глотаете песочек. Не-не, здесь нормально, кстати. Если вы слышите, ветер так задувает. Слушай, хочу предупредить, не надо кричать, ребята, привет. Может, там и хозяин. Ну, там такой в кондоре молодой человек ходит, поэтому, возможно, он этот местный есть, который, может, контролирует постройку. А интересно, есть эти финики? Хотя, вообще, я не видела, чтобы местные контролировали что-то. Они обычно дают задания, платят и все делают. Давайте посмотрим. Народ, вот такой отель будет. Отель на ферме Усуньо. В Эмирате, Абудабе. Возле города Эляйн. Здесь много доступ. Смотрите, кстати, все видео про город Эляйн. Оставлю плейлист также в описании. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Скажи вообще удивление. Я не знаю, сколько будет. Обалдеть. Ну, захотел отель. Обалдеть. Ну, давайте пойдем еще походим где-то. Да. Пойдем мы теперь в другую сторону. Покажем, что там есть. Кстати, выходили, обнаружили хижину такую. Сейчас Наташа туда забросит. Мне кажется, это такой отель-бунгало. Ты знаешь, если вот отель будет здание, это бунгало. Ну, дай-ка я посмотрю. Нет, это здесь, ребята, свое. Все это, инструменты, видишь, они тут, ну, потому что жарко. А, ясно. Чтобы не таскаться откуда-то, они последним... А я думала, это бунгало, знаешь, да, есть отель, а бунгало дороже. Вот, смотрите, кстати, кукурузка растет здесь, да? Под любой пальмой кукурузка растет. Под любой пальмой всегда кукурузочка растет. Это приятно. Кукурузка, кстати, вкус. И снова обращаю внимание на поливочную систему. Ну, елки зеленые, ну, посмотрите, ну, каждому растению, ну, никто не останется неполитым. Эх, как мы с папой на даче фигачили насосом. Было сложно. Ребята, за работой. Сейчас еще приближу. Как это приятно смотреть, да, когда кто-то работает, когда ты отдыхаешь. Ну, шучу. Удачи, ребятам. Пусть у них все будет хорошо. Так, ну, мы хотим пройти там, где были животные, овечки, показать вам, как там оно сейчас. Смотрите, трава практически выше, чем Наташа. Ух, ветерок какой, а, дует. Ага, смотри. Это для овечек, которые, для овечек коз. Да, вот овечки и козы там должны быть. Ну, если они еще там есть, кстати. Не знаю. Наташ, как ты думаешь? Ты хочешь попробовать? Да. Наташа идет и потихоньку кушает с каждого кустика. Ну, что, тверденько. Что там ты про траву верблюдов сказала? Она сладенькая даже немножко. Ну, смотри, сено сколько. Наташа сказала, если есть трава, ее едят верблюды, а мы едим верблюдов, значит, можно есть траву. Вкусно. Реально вкусно. Вкусно пахнет оно. Давайте потрогать, понюхать. Я хотела с разбегу разбежаться, но лучше-то я не хочу. Ага, это такая-то потом бы все сдерла, все горло. Да, я бы точно всю кожу сдерла, она такая жесткая. Короче, я уже наелась аккуратно. Все, Наташа наелась, и мы идем смотреть. Ой, слушай, а там что-то большое вон стоит. По-моему, Сунил они только овечки. Либо это монстры, либо Сунил нам что-то не рассказал. По-моему, по-моему, да. Не то, что мы так удивляемся, ой, мы коров не видели, но вот как бы здесь не видели. Ой, это боязливые овечки, помните их? Они взбиваются в стадо. Ну вот, я их шуганула, не хотела. И там еще есть такой увец, который, баран, точнее, его охраняют. Вот, все, они стали перебегать. Сейчас ближе подойдем. Ну, не хочу вас пугать, просто хочу показать, очень уж они красивые. Шерсть такая, сейчас просто, чтобы с забора не показывать. Ой, красивые какие. Ну да, барана охраняют сразу, смотрите. Один баран, и все охраняют. Ой, малюсенькие овечки симпатичные. Надеюсь, показала вам. Так, сейчас пойдем к коровам, наверное. Ох, не знаю, ветер ли вам дует, а я уже вижу симпатичную корову. О, привет. Ммм, по запаху да корову. Ой, я же принесла свою деревню в Беларусь просто. Я украинка и полубелорусска, поэтому свое детство часто проводила в деревне Сопроньки, Могилевская область, Беларуси. Кто оттуда, пишите. Ух ты, сколько елки, сколько это же денег, если честно. Надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, больше двенадцать где-то. Привет. Я не знаю, можно ли к тебе вообще подходить. Смотри, ты ко мне подходишь. Я калученый зато отойду. А что вы так все ко мне идете? Не, не то, что мне бы это не нравилось, но если сейчас они побегут, они это в заборчик завалят. Ух ты, там вообще просто бучок, по-моему, такой конкретный стоит. Или мне кажется. Привет. Они, наверное, ждут, что я их покорлю. Ты знаешь, я как-то так... Они прям ко мне рванули. И видите, у каждого ушко чипированное. Значит, значит, это чья-то коровка. Никто ее не заберет, даже если она убежит. Ее вернут. Ух ты, ну это просто богатство. Она будет усунила спросить, почем одна корова. И почем вообще ее можно продать. Такие, видите, эмиратские коровы. Эмиратские. Аккуратно, лепех много. Ну, лепех много. Не знаю, как вы. А я считаю, если вступил в лепеху, это к деньгам. Поэтому я не сильно парюсь, если я вступаю в какие-то лепехи. Тут, значит, овечки. Здесь коровки. Слушай, ну много. Такого не было. А давайте вот там еще посмотрим, что в загончике, если что-то. О, вот они. Ну, 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 ладно, ладно, ладно. Я просто снять, снять, простите. Контент снимаю. А это вот такие красивые. Помните, как похоже на Арамиса из мультика Три мушкетера? Там собаки были. Забыл этот мультик. Не помню. Кто вспомнил, пишите в комментах. Тоже чипированные, но не такие пуганные. Может быть, они небольшие? Ну, я не думаю, что это те же самые, чтобы они 9 месяцев жили. Ну, симпатичные, большие. Вот такая вот ферма усунила интересная. Наташа такая, о, привет. Привет. Ну, тут, да, тут маленьких не осталось, кстати. Большие только. Ну, не знаю, эти красивые, эти на таких далматинцев похожи. Ну, ну, не убегайте. А те такие беленькие. Ой, красотки, красотки. Вот, вот коровки. Смотрите, а вон вот те вот пуганные совсем овцы. Смотрите, Наташа идет среди аллеи пальм. Ну, кстати, песок, в принципе, совсем уже не делся. Вот пустыня. Пустыня, пальмы. Место действия пустыни. Да, и зелень. Вот пример трудолюбия, как можно засадить пустыню зеленью и получать из этого деньги. Идемте масштабы просто посмотрим. Мы от коровок овечек вышли просто. У меня на даче, я не знаю, вот такой участочек был. Дом, зелень, все, больше ничего. А здесь просто вообще гулять не перегулять. Ну, ты ж не отличай. Дача все-таки это для, как бы, отдыха, правильно? Какой отдых? Вот я на дачу, на отдых не приезжала вообще. Я там полола, собирала, редко купалась и уезжала. Ну, это же наш человек. Это как бы, скажем так, наш человек и нас нужда заставляла это делать. Ну, это не дача, конечно, это ферма. Просто я говорю, когда у меня такие участки поделенные, мне сразу такие дача, работать. Ну, такие люди работают. Люди работают. Ну, что, Наташа, ну покажи, это шланг, каждому растению подведены трубы. Так вот там каждому кустику кинзы. Капельный полив называется, по-моему. Ну, да, нам Людочка сказала спасибо за науку. Капельный полив. В этой траве хочется покупаться. Ну, что, готова выделить деньги на ферму? На ферму, ну, это дорого. Это очень дорого. Это очень дорого, нужно этим заниматься, то есть, ну, это сложно. Головная боль. Головная боль и щука. Кстати, а лучок мы показали, что там растет? Он же прямо лук. Ну, вот, мы прямо зашли, был лук. За рядочком перчика, чили, это уже такие, сколько? Рядков 10 этого зеленого лука. Куда идем? А, вон, давай лучок покажем. Ой, ну, как вот этот палак красиво, слушай, вообще. Ну, реально безвкусный. Ну, как по мне, если кинза, петрушка, укроп, все имеет вкус, да? Вот лук же. Ну, да, перчик, чили, лук, я помню, что с прошлого видео. Перчинятку еще маленькие. А вот лучок. Попробовать? Сейчас такая, фу, кинза. Попробуешь, давай, как бы, не изменяйся. Да ладно, ладно уже, не буду, не буду. Вот знаешь, я бы хотела молодого чеснока. Кстати, я тут никогда особо не замечала молодого чеснока. Есть он здесь или нет? Ну, потому что, ты знаешь, мне кажется, чеснок даже очень тяжело растить. Кто знает, пишите, пожалуйста. Красота, слушай. Там курицы, да? Да, да, там курочки. Нам еще пытались все равно заедать в прошлый раз. Они как-то застеснялись и сохранили жизнь курицы. За это можно лайк поставить. Ой. Ну, конечно, потом, наверное, уже все равно зарезаться. Ну, что-то такое про грустное. Не мы были в этом виноваты. Давай про овощи. Итак, про овощи. Расскажи, как тебе нравится лук? Прекрасно, да? Сколько рядков? Я очень люблю, когда лук добавляют в грудь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. Ну, 15 рядов. О, ребята идут. Уже поработали. Классно. Классное место, интересное. И зимой, конечно, вообще и прохладный ветерок, и солнышко, и дышать есть чем, и море зеленое. А, ну, прям, посмотри, как колышется. Даже не знаю, звук хорошо был слышен сегодня, нет? Да, потому что ветер уж сильный. Ветер просто задувает, а мы без микрофона. Ну, в этой камере, в принципе, микрофон уже не используем. Все для верблюдиков. О, хлопцы пришли полак покушать. Себе на обед делают. Молодцы. Ну, что? Быстро, 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 быстро показываем. А зачем ты быстро показываешь? Не знаю. Чтобы ей голова закружила. От счастья скружить голову. Та, что всегда мне говорит, ты быстро слишком мерчишь камеру. Сама такая, оп! Все время критикат такой, да, когда на дело доходит. Как там? Всегда хорошо виднее славки запасных, как ты говоришь. Славки запасных хорошо видно. Вот, кстати, и горы песка возле будущего отеля. Пустыня никуда не делась. Тут строят такие домики, вот соседние, хотела сказать, вилла, в участок. Он тоже такой дом уже более-менее капитальный. С камня. И то, что там будет, ну, понятно, что... Вот, вот серенький, сейчас приближу. За овечками. И вон на той стороне я вижу такое громадное заборище прямо капитальный. Ну, видимо, бизнес идет в гору, что бы не построиться. Ну, да. Как у нас. Смотри, действительно, я сравнила с дачей. Теперь смотри, вот оно, дача. Люди приезжают здесь жить. Скоро здесь море поставят. Море поставят? Да, рядом поставят. Море это Эмираты, для них нет ничего невозможного. Откроют море и будет здесь, значит, известный курорт. Называется дача в Иляйне. Ну, знаешь, как это. Это принять природу уже пытались сколько раз. Да, и все пытаются. И все хорошо, что из этого не выходило. Ой, ну вот эти желтые, я его рапсом называю. Боже, вообще пахнет, конечно, не очень, если честно. Такой запашок стоит. А есть такой рапсовый мед. Ну, как цветы, очень красивый. Очень. Развивается вообще. Вообще классно. Это милая бунгало рядом, вообще круто. Правда, против солнца, но, может быть, плохо видно. Вообще, вот они, владения нашего друга Сунила. Простого парня из Непала, который вот как-то открыл бизнес в Арабских Эмиратах. Кстати, вот здание, где живут работники. Видите, тапочков сколько. Пошутились, пошутились с парнем. А вот и красавчик Сунил. How are you? Hi, guys. Да я люблю, когда тапочки поставляли, зашли. Да, все, посмотрели мы, спасибо. В общем, общаемся с Сунилом и Сунил и его друзья. Сунил хочется, мы что-то домой взяли просто. Ну, травы, чтобы Наташа поела, а ты что? Для верблюдов, да? Ну, скажи, в принципе, что ты как-то ее употребляешь, и тебе хорошо от нее. Да, да, да. Все, сейчас молодой человек тебе наберет. Сунил, how much one cow? One cow, three thousand. Three thousand, you buy or you sell? No, I buy. You buy, ok. Ah, you will sell only meat? No, I sell the cow, all cows. Also? Yeah. Ok, how much you sell? Three thousand, five hundred, sometimes four thousand, you know. So, you buy three thousand and sell three and a half and four? Yeah. Ok, so? Five hundred, four thousand, like that, you know. Not for six. Especially Ramadan time, you know. Ah, Ramadan особенно. Ok, and one sheep? One sheep, two thousand. Two thousand, you buy? No, no, I buy five hundred. You buy five hundred? Oh, sheep better? Yeah. Sheep better, ok. And sell two thousand. Ok, great business. Yes, both kind of sheep because you have white and black. Yes. The white is very expensive, you know. Ok, how much white? Nearly three thousand, you can sell it. Ok, you buy a white sheep five hundred? Yes. And sell? Three thousand. Three thousand, great business. It will be two years, you know. Two years to grown up. Ah, ну look, 2 years to grow up again. It's not so bad. так говорим что это зеленое море реально очень рада говорит он как самолет следят ничего себе сюрприз вообще это вот персоналы работа эту ценила про зарплату и про все остальное мы уже рассказывали в прошлых видео посмотрите обязательно человек ей ничего рисует себе отдыхает а вот год по кличке шериф но я вам скажу он не худой то ты любимец здесь то ты здоровый шериф такие бомбончики висят видно шукот в порядке все шериф улегся и спит ладно не будем его беспокоить идем еще курочек глянуть тут мальчик настоял который здесь работает варенки у него кстати классная у меня такие в детстве были а сейчас кстати цвет не могу найти такой люблю я такие джинсики так уже там с курочками сказалось называет их бойли до бойлят а мы называем бройлер и да больше о это вообще слушать у него богатство прям теперь но не просто под пальмами гуляли сейчас видно чтобы они не бегали может зайти прям даже сюда спасибо вот это богатство ого много помнишь сколько их прилично ну как мало не под пальмами бегали мы же может их всякие не видели у них же загончик был вот там вот совершенно посмотри загончики видимо не сильно убрали вот там под это воду убрали видишь вот там водичка льется да курочек много и разные виды там кто-то работает человек а люди пашут всегда интересует вопрос как люди работают когда мы отдыхаем на но голуби тоже были сколько их было поменьше да есть утка и голуби боже а у тем же надо плавать наш говорю мороз море скола проведут будет плавать учи не занавите вы что-то увидели здесь голуби утки и курочки ну классно вообще молодец у нее наташа говорит индюшатинка здесь есть я вообще ничего не вижу честно нет здоровый какой здоровый говорит трое но трое утром это надо хорошо увеличить и чтобы было видно и чтобы он как-то подошел к этому я никогда не видела индюков наверно неплохо видно что-то да будет хорошо видно я думаю сейчас подожди доходит что-то ходит здоровое такое еще перепугались это сейчас курица начала долететь мы тут шуметь какой-то красавица а это наверное это девушка это девушка индюка разговаривает разговаривает прикольно а там малышня там птенята вообще сейчас посмотрим что нам ребята нарвали хороших салатов не часто можно найти такой хороший вкусный и надо реально ехать каррифорта у нас в омага леса айлай занятию вот ребята нам нарвали на ферме спасибо им большое ну что как вам видео сегодняшнее возврат на ферму на то что скажешь зеленое море вообще обалдеть как сунила мы приехали мы не узнаем действительно ну рады что у него получается что все классно что он новые животные до получились коровки остались те же красивые овечки столько зелени вот действительно ну еще раз лайкнем покажем вас просто масштабы верблюд надо 5 до 7 килограмм день травы вот этой да вот как которая в основном здесь засажена на этой ферме а когда верблюд выигрывает бега здесь очень популярный верблюжья бега то получает хозяева 30 миллионов дирхам верблюдец а да наташа вот вы вычитала я кстати не знала об этом только самочки бегут в общем ставьте лайки подписывайтесь нас очень много контента вы оставайтесь с нами всем пока всем добра всем вкусной зелени и хорошего доброго вечера меня